Меня зовут Игорь, я алкоголик Я обычно начинаю Сколько раз начинал Ту часть жизни, когда я пил Она не очень таки интересна, потому что я по большому счету Я хожу на собрания и каждый раз я слышу Все мы пьем по одинаковому Будем говорить по большому счету Те же самые прятания бутылок и тому подобное Не буду вдаваться в это все Это менее интересно, мне кажется Я просто уделю поверхам, так сказать, своей жизни Как я скатывался Пить я начал относительно не в молодом возрасте Первый раз я уже выпил, мне было где-то 20 с чем-то лет Я получил от этого довольно-таки хорошее удовольствие Потому что получил сразу раскрепощение Получил того, что мне не хватало И нельзя сказать, что я упился до такого состояния Что я до сих пор это помню Это была просто легкая эйфория И с этого момента начался отчет моего скатывания Будем говорить так Чтобы поняли Мою такую семейную струю Семейная, где я рос Моя мама не пила совершенно Часть моей семьи С материнской стороны тоже не пила Дедушка покойный тоже С папиной стороны пил умеренно А мой отец, он был настоящим алкоголиком И он умер от алкоголя уже здесь, в Израиле Так я говорил, что до определенного времени Я учился, встроил свою карьеру До, скажем, до 30 лет, 35 лет Алкоголь вообще не мешал мне ни в чем То есть я пил умеренно Их проходил домой Мог выпить X водки И на следующий день пойти запросто на работу Это ничего не мешало Мне казалось, что это все нормально И так продолжалось довольно-таки Долго период времени И самое главное, мне кажется Передо мной всегда стоял Мой отец В каком смысле, что В определенной своей жизни В момент своей жизни Папа уже перешел Ту грань, которая отличает человека Нормального, который мог выпить От алкоголика И как в нашей книге написано Это уже была последняя стадия Алкоголизма, когда он перестал работать Единственное, что его волновало Это только водка Не рождение внучки Которую мы ждали лет 10 Моей первой дочке Которую мы ждали 10 лет Его вообще ничего не волновало И это была только водка И вот этот вид этого алкоголика Который не работает Пьет постоянно Его ничего не волнует Для меня было Каким-то тормозом Потому что я видел перед собой Какой я алкоголик Да, я пью Можем пью каждый день На следующий день я иду на работу Я зарабатываю Я пью Потому что Я хочу расслабиться Будем говорить так Забыть то, что у меня со мной происходит на работе Забыть то, что происходит вокруг Забыть то, что не получается у нас С женой родить ребенка Все это оправдывало И говорило Вот, алкоголик у тебя дома Я сердился на папу Кричал на него Старался как-то утихомирить Не знаю И сейчас я понимаю Что это ничего не могло дать Этот человек просто был Просто был конченным алкоголиком Будем говорить так И если Никто его не мог спасти Кроме его самого Но и тогда у меня тоже не было Конечно такого Инструмента Как группа анонимных алкоголиков На которые я мог бы его прийти Привезти И в один момент Мне мама позвонила Сказала, что папа умер И с этого момента Начался отчет Просто стремительного Скатывания Меня В сторону Алкоголизма Конечного алкоголизма То есть Я перестал заниматься Спортом То есть Если раньше я пробовал Вот Я вот прошел все стадии Книги Вот действительно Вот я вот перестал Заниматься спортом Я стал пить Только Начиная с воскресенья У меня был отходняк Начинал пить Понедельник, вторник, среда Четверг Я вернее не пил Понедельник, вторник, среда Четверг Я приходил с работы Это был священный для меня день Четверга По пятницу, субботу Я начинал пить Я пробовал Разные напитки Чтобы у меня было В воскресенье У меня не было Похмельного синдрома То есть Я пробовал смешивать Не смешивать Пробовал все Разные комбинации И под конец Я уже ушел Уже дошел до запоев То есть Запой это было Что я В воскресенье уже не шел на работу Я начинал опохмеляться Утром рано И я очухивался Просто у меня организм Не принимал эту жидкость Я очухивался в четверг С ужасными тресками в руках Я вырывал И тому подобное Я просто не мог остановиться Не мог И так это продолжало В течение одного года Слава Богу Что это продолжало В течение одного года И в один момент Меня просто как Трахнуло Что я понял Что я не могу без водки Я просто не могу без водки Но с водкой я тоже не могу Она просто у меня не влезала И тогда я вам сказал своей жене, делай что хочешь, вези меня в реабилитационный центр И я ушел в реабилитационный центр Я ушел там, сперва я был там месяц И у меня был такой страх возвращаться в эту жизнь, что я остался в этом реабилитационном центре еще на два месяца Я пробыл там три месяца, и у меня был просто огромный страх выходить оттуда Я не хотел спиваться, я не хотел опять оказаться один на один с водкой Потому что, друзья, от водки невозможно уйти То есть в каком смысле невозможно уйти, ты ее встречаешь везде В магазине, на вечеринке Даже, не знаю, открываешь холодильник на работе, там стоит бутылка вина То есть уйти от этого было невозможно Я боялся этого момента просто-напросто сделать шаг и оступиться в первый же день Когда я был в реабилитационном центре, уже на втором месяце нас стали водить в группу анонимных наркоманов Наше параллельное сообщество, это находится тоже здесь на тайне И для меня был первым шоком, когда я пришел В свое время, кстати, у меня есть, чтобы я знал Для меня первым шоком, когда я пришел, я сел на эту группу Я до сих пор помню, я был в реабилитационном центре, я спросил так людей А можно пойти в так, я в таком виде, это у меня было, ну там, кофта и тренинг Я не знал, для меня представление анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов Это было под тем американским фильмом, что сидят люди такие, все одеты в креслах И говорят, я бил, я алкоголик, все так, все чинно Я пришел в этот подвал, это бомбоубежище там находится в подвале Сидят люди, ну будем говорить, не такой, в первой свежести И каждый там начинает говорить, до сих пор у меня так высло Три дня, десять месяцев Я говорю, о, и двадцать пять лет Потом три дня, там, пятнадцать лет Я смотрю, говорю, если эти люди, наркоманы, могли, могут быть трезвыми, не чистыми, они говорят, чистые Столько времени, неужели я не могу, что они сделали такого в жизни, что они смогли остаться трезвыми И они стали простым языком, вот этим языком мы ходили на ивритскую группу Я не знаю, как на русском сказать, это амха, шхуна То есть, эти простые люди, без никаких там высших образований Уголовники, как говорится, уголовники, хулиганы Они все чистые, просто-напросто, и им тяжело Я вижу, что им, да, им каждый день у них не сахар Они рассказывают там о тех переживаниях, о тех вещах, что на них проходит Но они не употребляют И я просто-напросто сказал для себя То, что сделали они, буду делать я Они просто-напросто сказали, приходи на группы После того, как ты будешь приходить на группы, возьми спонсора Я пока еще плохо в этом понимал Но я просто-напросто отбросил от себя все, что я хотел сам вылечиться от алкоголя То есть, я помню, у меня был максимальный срок, что я держал себя на мышце Или, как говорится, мы носили волю Это было три недели Когда я в реп-центре сказал нашему одному инструктору Он меня так спросил Меня там любили, потому что я в реп-центре, я там занимался у них по хозяйству Все ремонтировал, все чинил Он так приходит, мне говорит Сколько времени ты пытался быть трезвым без ничего? Я так говорю, три недели Я до сих пор помню его взгляд Он так на меня жалостливо посмотрел Я думаю, что неужели он даже не верит, что я протяну это И я пришел на эти группы И решил, я ничего не знаю Вот то, что мне сказали, приходить Я стал приходить, я просто тупо начал приходить Я вышел из реп-центра Мне сказали в реп-центре поговорить, возьми психолога Я взял психолога Но я ходил в группу анонимных наркоманов два раза в неделю Один раз в неделю я ходил к нам в группу анонимных алкоголиков Один раз в неделю я ходил к психологу У меня просто не было свободного времени Ни для чего Вот просто-напросто сидеть Я тупо торчал на группах Для меня это давало две вещи Я сейчас начинаю говорить, как инструктор в армии Для меня это давало две вещи Первое У меня не было соблазна эти два с половиной часа думать ни о чем Кроме о группе Эти два с половиной часа я был трезвым Кроме того, после двух с половиной часов, что ты приходишь Ну, я имею в виду, пошел, приехал Подсидел на группе полтора часа Пришел домой, ты уже выпить не выпьешь Значит, ты уже трезвый до следующего утра И вот так в течение одного года Я помню, что я сделал Когда мне нужно было сделать спикерскую Я очень переживал делать, не делать Я сидел, писал Писал и писал Какие моменты говорить О чем не говорить О чем говорить И в конце мне сказали Что ты пишешь? Говори то, что у тебя идет От сердца, от души Это самое главное В этот момент с тобой говорит Бог И ты несешь свою весть Другим алкоголикам Или наркоманам Я делал это вообще-то Не помню У вас, по-моему, делаю наркоман И Действительно Я помню этот год У меня открылось все, что можно было открыться В жизни Все, что можно было открыться В течение этого года открылось Я поменял работу на более хорошую работу На более высокой зарплате Я вернулся в спорт У меня все, как будто, шло по маслу Меня заставляли летать Я панически боюсь самолетов Я не помню последний раз Ну, после пяти лет, я имею в виду До этого Как я садился в самолет Меня чуть ли не заносили в самолет Я принимал таблетки вместе с водкой Лишь бы утолить этот страх А сейчас мне нужно было подняться в самолет А я еще раз говорил с психологом Я говорю, как мне подняться в самолет Я боюсь Я боюсь без водки И без этого даже подойти к самолету Она мне спросила Простую одну вещь А что ты делал, когда ты не пил? Как ты садился в самолет? Она говорит А я держался за руку твоей бабушке покойной Своей мамой Ну, тогда она еще была живая Она говорит Ну, вот сейчас Кто будет рядом с тобой Просто возьми его за руку Я это сделал Действительно Мне это помогло Мне нужно было ехать на соревнования За границу Я взял Уговорил поехать жену И когда в самолете сидел Я просто взял жену за руку Просто напросто То есть Есть такие мелкие вещи Которые Помогают И не обязательно Напиваться И не обязательно принимать таблетки Для меня это было как-то открытие Я просто как открывал Жизнь Заново Шаг за шагом Саг за шагом И самое главное Есть ситуации Вот всегда Вот У меня были первый год Первые два года у меня были тяжелые Вот после первого И первый год Когда прошел Вот как говорится Вот Господь Бог Он всегда посылает тебе испытания Которые ты можешь вынести Мне это всегда говорили А не мог это понять До тех пор Пока не пришло Пришло тяжелое время короны И Пришло время короны На нас это все свалилось И моя мама Покойная Она заболела Не коронавирусом Она заболела раком И рак Молодую Относительно Женщину Которая была здоровая Буквально в 4 месяца Стащила в могилу И этот рак У меня были тогда такие дилеммы Которые я даже не знаю Как я их перенес Вот сейчас я говорю Да, мы все умные Задним ходом Мне звонит врач И говорит Подсоединять твою маму К аппарату искусственного дыхания И этому систем Или нет Шансов у нее нет И вот я должен был Решать это Да или нет То есть с одной стороны Я знаю, что выхода нет И моя мама Покойная никогда не хотела мучиться Не хотела страдать И вот в этот момент Решать, что сказать врачу Да, я советовался с женой Да, я звонил спонсору Я не принимал это решение Один То есть Я не накладывал на них Это Конечно, решение было мое Но я советовался Я принимал решение Чувствовал поддержку людей Которые рядом были В этот момент со мной И говорили Что нужно делать В этот момент Что правильно Что неправильно Они советовали Я никогда не брал на себя Это все огромное Ответственность На эти хрупкие плечи И сказать Да, я решился Я сделал И самое главное Что когда это все происходило Я чувствовал Что я не один Что я могу прийти Потом рассказать Вот эту историю Что я знаю Что Я не сопьюсь После этого Что моя мама Не будет счастливой Если она Поминках Ее я выпью А потом Сойду в могилу И оставлю своих Двух детей Одних От этого Никто не будет счастливым И У меня всех Свои эти юбилеи Они всегда проходят Во время тяжелых событий То корона Два года Потом два с половиной года Когда отмечал Опять были закрыты мы Но я всегда Знал Что в трудный момент Есть люди Которые я могу Обратиться Которые мне смогут Посоветовать И могут сказать Как выйти Из этой тяжелой ситуации И все время Одно из самых Главных вещей Что я Забыл Может быть сказать Паша Я немножечко говорю Сумбурно Извините Быть постоянно Быть честным С собой С теми решениями Что ты принимаешь И быть честным С другими людьми Да Потому что Я как настоящий Зависимый Я знаю Все мои Все мои шаги Немножечко вперед Я знаю Что я сейчас Обману Потом я буду Потом я буду Мучиться Из-за того Что я обманул Потом я буду Думать Как это Скрыть Этот обман А вдруг Этот обман Не скроешь И тому подобное Тому подобное В конце концов Эта вся масса Так накопится На меня Что моя больная Психика Просто это Напросто не выдержит И я понял Для меня Это было очень тяжело Я воспитан Был в Советском Союзе Я приехал сюда Немножечко позже В 92-м году Мне было Там 18 лет Но все равно Для меня Это было Немножечко здесь Ментальность Немножечко другая Не стучать В Советском Союзе Меня обучали Не стучать Не стучать Не стучать И покрывать других Я В течение многих лет Я работал на заводе Я старался покрывать Рабочих Которые накосячили Я старался постоянно Покрывать сослуживцев Которые накосячили А потом С этим грузом Я шел домой И потом думал А вдруг Директор узнает Что рабочие накосячили А вдруг То же самое Рабочие потом скажет Мы накосячили А он меня прикрыл И для меня было очень тяжело Я часто звонил спонсору И говорил Скажи пожалуйста Вот у меня такая ситуация Этот сделал так и так Я знаю что он сделал так и так Есть ущерб для работы Что я должен делать Потому что у меня это была большая Дилемма Покрывать Обманывать Или идти домой С чистой совестью И спать спокойно Пускай это немножечко выглядит пафосно Но это действительно так Потому что на первом году трезвости Я не мог на себя позволить Нагрузить себя Вот этими вещами Которые постоянно случаются Здесь Случается с женой Поссорился с женой Мое эго Часто не говорило Она не права Ты должен пойти у нее попросить прощения Но она же не права Тогда вот спонсор мой один день сказал А когда ты бухой приходил домой И заваливался спать Не видел ни детей, никого Она была права или нет В тот момент Ты просил прощения у нее И вот эти все вещи Они Они не даются Нельзя их получить в вакууме Они даются Потому что у нас есть Вот эта программа 12 шагов Которая написана Такими же алкоголиками Такими же Она простая Для сложных людей Мы люди сложные Мы не можем Употребиться себя Как обычному человеку Я хожу с людьми Нормальными Нормативными Которые встречаются Прекрасно сидят Отмечают Конец был у нас сезона Так сказать Это называется Ну в конце Выступления Что соревнования Это мы выходим на отдых Был огромный стол Я сжарил шашлыки Стояла куча выпивки Пива и вина Люди нормальные Приходили 25 грамм 50 грамм Вина выпить Сели в машину Уехали Я это не могу сделать Но с другой стороны Есть люди Которые не могут бегать Я отношусь к этому так Есть люди Которые Нету ноги Он не может бегать Я не могу пить И с этой стороны Я смотрю Даже нормативный человек Как он Он может позволить себе выпить Но с другой стороны Он не может общаться с людьми Как я могу общаться Да Сейчас я могу общаться С людьми спокойно Я сделал ошибку Через 10 минут я приду Я пожму человеку руку Скажу Извини Я был неправ После этого у меня Воздух отпустил Я был неправ Все Закрыто Я помню один раз Я пришел на взводе В Натане В магазин Нахамил Ушел Через 10 минут Я вернулся в этот магазин Пожал всю руку Сказал Извини Он мне пожал руку Сказал Молодец Я очень уважаю тебя Что ты это сделал И он остался довольный И я остался довольный На меня это накопилось Признавать свои ошибки Для меня Что я сделал это в программе И быть честным С обим собой Это спасает меня От алкоголизма Даже когда В тяжелой ситуации Я вот рассказывал людям Которые вот здесь есть Находятся Мы на высоте 10 тысяч метров В самолете Самолет Начало трясти У меня паническая атака Приходят все орденцы От всей души Предлагают мне Вина Кому никому не предлагали Мне предлагают Спонсора нету Телефона нету Но у меня была Достаточно база Сзади Чтобы сказать Извините Я не хочу Лучи колы Принеси мне пожалуйста Такая добрая Потому что Самолет мог разбиться Не разбиться Но если бы я выпил бы Я бы точно бы добавил бы Это водки Вина И это уже после приземления Самолета В первом же ларке Где я мог бы это увидеть И главное И очень главное Чтобы произошло Вот со мной лично Я считаю что Я сперва это не понимал На первом году жизни Я это не понял Первом году жизни Значит это отсюда На первом году своей жизни Я это не понимал Когда психолог Меня спросила Твоя трезвость для кого В процентах Я сказал 70% для семьи 30% для меня А она тоже была Она тоже зависима Она сказала Ты знаешь моя Она наркоманка была Она говорит А моя чистота 80% 90% для меня 10% для окружающих Тогда я это не понял Для меня осознавание Что эта трезвость Вот это Ощущение Вот это того Что я мыслю чисто Мыслю Мыслю не водкой А мыслю вот своей душой И разумом Это для меня В первую очередь А все остальное Эти 20% 30% Можно пререкаться Сколько Это для других Для семьи И отсюда даже главное Вот это всегда Опять таки Перейду Когда мы Летим в самолете Случай чего Там нам дают Рассказывать Что мы должны делать Или когда мы В такой стрессовой ситуации Первое Сделай Что ты безопасности Первое Возьми себе маску Первый Поменяй себе Магазин В пистолете А потом Начинай заботиться О других Ты сейчас главный И вот это То же самое В трезвости Ты сейчас Для себя это делаешь Тебе будет хорошо И семье будет хорошо И детям будет хорошо И всем будет хорошо И поэтому Я хочу вам сказать Что я Другого для себя Пути не вижу Да сейчас Трудное Время У меня нету Здесь я мало Похожу на группы Мало звоню спонсору Трудное время Переждем эту войну Все войдет В нормальное состояние И как говорится Эта война Кончится А мы должны быть Трезвыми И Одно из этих вещей Что меня поддерживает Это конечно Группа анонимных алкоголиков Каждый И спонсор мой И конечно Самое главное В нашей группе И опять Я говорю Это тоже Я стал понимать Немножечко Позже Это новички Кто Поймет Новичок В нашей группе Это самое главное Потому что Кто У кого Большой Начинается Срок Трезвости Мы начинаем Забывать Те плохие Дни Которые Мы уже Прошли Мы забывать Начинаем Когда приходит Новичок И начинает Разговаривать О тряске В руках Что его тошнит Что ему плохо Тогда мы начинаем Вспоминать Это было Пять лет Я уже не помню Как меня трясло Что я не мог Человек Который пробегает 21 километр За час За два часа С чем-то Не может дойти От постели До кухни И добрать воды До пиццы И руки Него трясутся Он Он уже забыл А он помнит И это напоминание Договорит нам Где мы были И что с нами было И второе Самое главное Что разница Между новичком И мною Это не пять лет Это 25 грамм Вот это вся разница Все мы можем начать Не исключение Что здесь сидит Не приведи Господь Можем начать Наш отчет С первого дня Спасибо Что вы слушали Немного сумбурно Но я честно говоря Вообще не готовился Спасибо Спасибо Знаете Я вам хочу Курпус Умница Молодец Спасибо Спасибо Молодец 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 Молодец